Подписание контрактов, завершение благородной инициативы и экономическое благополучие. Белорусы стали больше строить жилье. Какие льготы предоставляет государство? У всех на слуху. Самый народный и масштабный проект Беларуси отгремел в Бобруйске. Стараемся сделать нашу программу все более и более разнообразной. Что останется в сердцах горожан навсегда? Просто космос. Олег Новицкий и Марина Василевская пообщались с местными жителями. Наш общий труд, наша общая заслуга всего нашего государства. Кто прикоснулся к звездам? В объятиях Мельпомены город готовится принять республиканский фестиваль национальной драматургии. Лучшее из лучших произведений. Почему не стоит пропускать события? Ущерб от стихийных бедствий, низкая рождаемость и меньше лекарств. В Германии стали массово закрываться аптеки. В чем дело? Факты на стол. Александр Лукашенко выступил на Всебирном климатическом саммите в Баку. Глава государства емко и по делу озвучил предложение для глобальных действий по борьбе с изменением климата. По мнению белорусского лидера, первоочередная задача – перенастроить национальные экономики. В Беларуси тема в центре внимания, и мы готовы делиться опытом. Также Александр Лукашенко призвал оказать содействие развивающимся странам для получения равного доступа к зеленым технологиям без ущерба для их национальных интересов. Третье. Мы сегодня уже столкнулись с ситуацией, когда новая продукция, новая, позиционируется как более экологически безопасная альтернатива, но в то же время наносит не меньший вред. Объективно нужны новые подходы к комплексной оценке потенциального воздействия инноваций на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла данной продукции. Эти и другие направления требуют консолидации международных усилий не на словах, а на деле. Кроме того, на полях Всемирного климатического саммита Александр Лукашенко встретился с президентом Сербии. Глава нашего государства предложил укрепить отношения. Ряд вопросов развития двустороннего сотрудничества и перспективы совместной работы на африканском континенте белорусский лидер обсудил с президентом Зимбабве. Масштабный праздник. На два дня Бобруйск стал в буквальном смысле эпицентром культурных событий страны. В город съехался весь свет, отечественные эстрады, образование, медиапространство и не только. Мероприятия охватили каждый уголок. Предприятия, торговые центры, сцены и даже улицы. Наш телеканал все время был в водовороте событий. Как это было в нашем репортаже. Этот день настал. Самый народный проект Беларуси в Бобруйске. Участников марафона «Единство со всем радушием» встречает генеральный директор Белшины. В музее с жизнью именитого предприятия знакомятся блогеры. Звездные гости засыпают и вопросами, и массой эмоций. Руководство не скупится на занимательные факты и, конечно, памятные подарки. Мне нравится здесь. Уже начало, но просто очень круто. Вот самая большая шина. Я хочу посмотреть, какого она размера и какая там длина. По кольцу впечатлений на производстве шин контента для блогеров, хоть отбавляя готовые к любым поворотам, участники марафона «Единство» ретиво исследуют все этапы производства. От участка, где собираются легковые шины с посадочным диаметром 15 и 20 дюймов, до выставки, исполняющей маленькие большие мечты. Я только что увидела большую шину. Это очень классно. Она размера больше мамы, больше меня, больше… Все просто. Представьте, какая машина должна быть огромная, чтобы на такой шине ехать. Это, конечно, впечатляет. Знаете, это настолько поставлено тут вот это все производство, что мы просто, как обычные люди, пришли, открыли рот и восхищаемся. Дай Бог процветанию этому производству. Вырываемся на первые лидирующие места. Я думаю, у нас все получится у белорусов. Только вперед. «Сладкий марафон» продолжает насыщенную программу блогеров «Экскурс по красному пищевику». На конвейере воздушное лакомство так и тянется на дегустацию. Это мечта каждого ребёнка здесь побывать. И вот сегодня как раз моя детская мечта исполнилась. У меня сегодня ощущение, как будто я попала в фильм «Чарли и шоколадная фабрика». Очень похоже. И, знаете, в преддверии совсем скоро Новый год, поэтому эта вся атмосфера сладостей прекрасно просто завораживает. Залипательный процесс. По вкусу каждому приходится искусство создания зефира. Ручной работы звёздным гостям раскрывают вкусные секреты. Уже в декабре с новой линии на прилавки будет отправляться импортозамещающая сладость. «Я вообще об этом не знала. Вижу, это первый раз. Только что зашла и говорю, господи, это что делается всё вручную. Каждая зефирка. Я думаю, это вообще безумно круто, безумно классно. Вот. И попробовали сейчас зефирку. Сказали, что её нигде нельзя только попробовать. Там ещё, знаете, шоколад такой плавленый, не застывший. И это очень-очень вкусно». Сердечный приём с хлебом с солью Бобруйска Громаш радушно встречает гостей марафона из Минской области. Творческие коллективы не только наслаждаются искренним гостеприимством, но и воочию лицезреют, как создаётся знаменитая сельскохозяйственная техника, известная не только в республике, но и за её пределами. «Вот сейчас мы здесь находимся. Насколько видно нашим детям, интересно, всё организовано. И очень классно, что в такой короткий промежуток времени можно ознакомиться с очень большой информацией». «Есть такая огромная техника, которая постоянно на слуху, и мы её постоянно видим. Но как это производится, и где это вообще в Беларуси, эти масштабы производства, ты никогда не задаёшься вопросом, и в обычной жизни никогда не сталкиваешься с этим. А вот в рамках марафона, в рамках вот этих вот поездок между областями, обменом, каким-то знакомством, и получается, мы приехали и видим этот масштаб, где это производится. Это очень, конечно, интересно». В центре праздника и Бобруйский завод крупнопанельного домостроения «Незабываемую атмосферу» создаёт концертная программа «Разом працуем, разом спеваем». Перед таким наплывом харизмы белорусских исполнителей не в силах устоять даже работники завода. Сегодня танцуют все. «Эй, дети, мимо нас, простите наше счастье, он за меня отдаст, все тушу и любовь». «Вокал у артистов прекрасный, артисты шикарно выглядят. Мы, конечно, очень рады, что они посетили наше предприятие». «За 36 лет ни разу такие звезды не приезжали в такой концерт, никогда не устраивали. Это позитивно. Мне нравится. Энергию даёт. Вот аж прям хочется за этот станок и работать, где это моё рабочее место». «Для наших рабочих, ну, своеобразный праздник. Всё-таки люди постоянно в работе. Поэтому, ну, для людей, конечно, это праздник». Креативный подход. Сразу в трёх учебных заведениях города с размахом проходят ни скучные, ни лекции. В Аграрно-экономическом колледже с первых минут главный спикер завоёвывает внимание учащихся. Философскую и актуальную тему выбора поднимает заместитель министра образования Екатерина Петруцкая. Тон диалога подхватывает и председатель Бобруйского горосполкома Игорь Кисель, кстати, выпускник аграрно-экономического. «Отом боярка был, это строительные конструкции преподавал. Адериха был, это экономику преподавал. Дворецка Галина Марковна была приплога. Помню всех преподавателей». Неформальное общение с элементами игрового интерактива. Розыгрыш билетов на концерт «Время выбрало нас». Занимательные факты и, конечно, чувство единения. Всё это нескучная нелекция. Громкий аккорд, музыкальный сюрприз от молодого дуэта. Белорусский хит исполняют хором. С пустыми руками никто не уходит. Память о по-настоящему нескучной нелекции будет хранить символичный суверен. Мероприятие было довольно интересное. Узнали много полезной информации. Узнали, что выбор всегда нужно делать осознанно. Всегда предвидеть последствия своего выбора. Это всё очень занимательно. Мы хотели бы, чтобы такие мероприятия на учреждении нашего образования проводились намного чаще. По-настоящему вся лекция, все моменты были настолько интересными и увлекательными. Помнить прошлое, ценить настоящее яркой точкой на карте марафона становится масштабная выставка «Белта Беларусь. Взлёт». В 40 снимках наглядно продемонстрирована разница между 1994 и нынешними годами. Помимо фото на стендах газетные вырезки с говорящими заголовками, благодаря им чётко прослеживается путь государства длиной в 30 лет от первых робких шагов суверенной республики до сегодняшнего дня. Мы хотим, чтобы мы вспомнили, как это было. Чтобы мы поняли, какой путь прошла страна за 30 лет. И эта выставка очень логична на марафоне единства. Потому что, когда государство двигается, мы должны быть все вместе. Мы должны быть едины для того, чтобы происходили правильные, нормальные процессы. Не войны, не катастрофы, а жизнь, работа и созидание. Действительно помним, как было и как стало. И очень, конечно, заметно. Я вот посмотрю, да, действительно, и детские сады, и школы, и поликлиники. И тут, конечно, информации очень много. Всё очень интересно. Очень интересно. Да, Беларусь наша, действительно. Мы очень гордимся ею. Как ты смотришь на это всё, и просто душа радуется. Хочется сохранить, приумножить наше богатство, нашей страны. Вспоминаешь детство, да, было не очень легко, не очень красиво. Даже по некоторым фото мы видим. На самом деле у нас очень красивая страна, очень замечательные вещи. Где-то будоражит внутри такое вот восприятие, что не хочется повторять. Не хочется, чтобы с каждым годом было всё лучше, лучше и лучше. На струнах души настоящим хитом становится выступление президентского оркестра перед учащимися педагогами детской школы искусств имени Оловникова. Именитые музыканты проводят мастер-класс, исполняют знаменитые произведения, раскрывают секреты своей работы и дают напутствие будущим звёздочкам. Один из принципов обучения – это наглядность. Это живой пример, да, когда такой человек, как я, говорят, неплохо играет, да. Он приехал, немножечко поиграет для детей, но в то же время ещё и пообщается с ними, расскажет какой-то свой творческий жизненный путь. Соответственно, привлечёт внимание. Потому что артист иногда бывает на сцене как за ширмой, энергетической ширмой. Но если ты общаешься с молодым поколением, то это уже совершенно по-другому воспринимается детьми. Второй день масштабной акции начинается с подарков. Новый арт-объект теперь украшает фасад новостройки на улице Народного единства 18. Символичная композиция – отражение вечных семейных ценностей и любви к родине. На женской, мужской и детской ладони контур страны с надписью «Будущее Беларуси в твоих руках». Наш президент, уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко, он видит и уверен в нашей молодёжи, в нашем подрастающем поколении, в тех ребятах, которые сегодня понимают ответственность за страну. Уверен, что вы будете надёжно нести контур нашей страны, и вы знаете, что «Будущее Беларуси в наших руках». Торжественное открытие арт-объекта проходит в лучших традициях, масштабно, весело и, конечно, с песней. Это очень хороший праздник, который воспитывает в наших детях патриотизм, любовь к своей стране. И, глядя на наш прекрасный объект, который у нас сегодня открыли, дети будут каждый раз вспоминать то, ради чего мы живём. Изображение достаточно красивое, привлекает жителей города Бобруйска. Я рада, что в нашем городе появился такой яркий, красочный арт-объект, и наши потомки будут видеть его и помнить об этом. Под созвездием марафона «Единство» в фойе театра драмы и комедии долгожданная знаковая встреча с участием заслуженного артиста Беларуси Руслана Лихно, 21-кратного паралимпийского чемпиона Игоря Бокова, генерального директора Национальной библиотеки Вадима Гигина, главного редактора «Альфа-радио» Вадима Шепета. Диалог пропитан приятными воспоминаниями, откровениями и занимательными фактами из жизни звёздных гостей. На площадке полная импровизация. Сохраняется высокий общественный интерес, патриотический подъём, ведь все вопросы были пронизаны именно чувством патриотизма, как сделать лучше для нашей страны. И ответы такие, и когда мы вот в таком единении общаемся, то и времени мало просто. Мы же на третий час, наверное, вышли сегодня. Очень приятная встреча такая, тёплая, домашняя, и приятно видеть, что люди, молодёжь интересуются, задают правильные вопросы. Это очень здорово, таких мероприятий должно быть гораздо больше. И мне было очень приятно отвечать на все вопросы, дать какой-то стимул и полезную информацию, помочь, может, хоть в той или иной мере молодёжи сделать правильный выбор. В семейной атмосфере бобручане не скупятся на вопросы. Знаменитые земляки в ответ предельно честны и откровенны. От главной темы легко ли быть известным до самых неожиданных поворотов. Творческие струны души затрагивает акапельное исполнение всеми любимой песни «Необыкновенные слова». Из глубины души звучат в унисон. Без автограф и фотосессии дорогих гостей не отпускают. Каждый уносится знаковая встреча, буйство незабываемых эмоций. Игорь Боке, конечно, это достижение спортивное, это вообще было вау, суперчеловек. Руслан Олегно немножко раскрылся для меня с другой стороны. Как-то привыкаешь в виде человека, ну просто как артист, который поёт, выступает, да. А насколько глубокий человек оказался. Знаковая встреча, которая принесла действительно очень много нового для меня. Такие встречи, они очень важны. Это не только возможность обрести новые знакомства, но и узнать для себя что-то полезное, что-то интересное. Особенно, когда у нас такие спикеры. Всё очень прошло душевно, тепло, ну как дома. Сама встреча оказалась знаковой для меня, очень важной. Единство нашей страны, то, что мы все вместе, то, что мы едины, это настолько знаково, настолько важно. Я просто восхищён организацией этой встречи. Было всё прекрасно. Доблесть и отвага. Марафон «Единство» полон не только весельем, но и глубоким историческим разнообразием. Яркий пример – масштабная выставка подвиги и судьбы партизан в документах. На стендах фотографии героев, их наградные листы, документальная хроника. Эта выставка получилась благодаря тому, что наши граждане, наши белорусы, да и не только из Беларуси, с нами связывались и присылали фотографии своих дедов, прадедов, которые воевали в партизанских отрядах. Очень много бопручан нашли данные о своих близких и родных. И когда эмоционально трогает себя лично, вот ты тогда сопереживаешь и чувствуешь своё участие в общем деле. Это именно то единство, о котором мы говорим. Экспозиция словно говорит со зрителем. Народ должен сохранить память о тех, кто пожертвовал собой ради мирного неба над головой. Прекрасная выставка, замечательно всё представлено. Подвиг нашего белорусского народа неоценимый. Всё, что сейчас происходит, нас сплощает. Мы едины, мы за Беларусь. Очень впечатлило, потому что это наша история. Не всего мы знали и не всего мы знаем, а сейчас вот можно залезть онлайн, почитать, узнать побольше, узнать историю не только Беларуси, но и нашего родного города. То, что выставка «Партизаны Беларуси» здесь у нас, мы это очень ценим. Это очень важно не только для нашего поколения, но и для молодых, для тех, которые и школьников, и даже тех, кто учится в детском саду. Мы должны помнить тех людей, которые ценой своей жизни завоевали тот мир, который мы сегодня имеем. Знание не только сила, но и приключения. Продемонстрировать свой интеллект в увлекательном квесте «Это всё моё родное» собирается рекордное количество команд – более 75. Десять тематических станций, интересные факты, каверзные вопросы о стране и городе. Азартные участники играя проходят все препятствия. Здесь есть вопросы на знание истории Беларуси, культуры Беларуси, знание белорусского языка и литературы, национальной кухни. Несмотря на то, что целевой аудиторией «Барсэм» является молодёжь от 2014 до 2013 года, квест абсолютно для всех, независимо от возраста, независимо от социальной группы, либо места работы. Любой желающий, будь тебе 10 лет или 6, будь тебе 80 плюс. Самое интересное, наверное, были танцы. Нам всем понравилось, мы все потанцевали, размялись, стало потеплее. Было очень интересно, квест понравился. Было достаточно сложно, потому что, опять же, вот это вот невидение, мы не знали, что нам попадётся. И, конечно, вот это вот лотерея, когда вытягивали карточки, это достаточно волнительный момент. Для души у сотрудников фондока настоящий праздник. На предприятие с сюрпризом заглядывают музыканты президентского оркестра. Словно по волшебству, производственный цех превращается в импровизированную сцену. Хорошее настроение дарит не только виртуозное исполнение, но и популярные белорусские артисты. Равнодушным не остаётся никто. Завораживающие мелодии так и манит на танцпол. Немножко, наверное, волнительно, но это какой-то поднял у нас такой энтузиазм, поскольку за 95 лет стены фондока видели многое, но вот что у нас будет в цеху, где производят мебель выступать в президентской оркестре, наверное, в голову никому это не приходило. Поэтому это очень так воодушевило, я бы сказал. Это очень хорошо, особенно для наших людей, которые работают непосредственно на производстве. Вот такая вот какая-то атмосфера чуть-чуть. Ну, они отвлеклись, какие-то положительные у них тоже эмоции сложились. Они даже плясали, пели. Ну, всё прекрасно. Считаю, что это абсолютно шикарная форма, которая позволяет нам быть ещё ближе. Всё-таки марафон единства, он объединяет, и это объединение происходит именно здесь, в этих стенах. Поэтому вот все, кто сегодня были, они ушли со своими эмоциями, со своими впечатлениями. Я думаю, что каждый, кто сегодня побывал на концерте президентского оркестра, получил заряд вот этой энергетики и ощущение нашего единства в нашей стране. Громкий аккорд, грандиозным финалом марафона единства становится поражающим масштабом гала-концерт «Время выбрало нас». На многотысячной Бобруйской арене «Аншлаг» триумф белорусского творчества открывает проникновенный хит. Я хочу всех поблагодарить, всех организаторов наших любимых, наших замечательных зрителей, которые всегда приходят на концерты. И хочу поблагодарить всю нашу большую, ну не очень большую, но очень классную и добрую страну за то, что она есть, за то, что я здесь живу. С приветственным словом ко всем обращается глава администрации президента Дмитрий Крутой. Позвольте от имени лидера нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко передать вам самое наилучшее пожелание, пожелать вам добрых впечатлений, хорошего настроения секунды. Получить удовольствие от вашего концерта, поверьте. Я чувствую, что каждый президент относится по-особому. Плеяда звезд. С телекранов на главную арену Бобруйска выходят и признанные мэтры эстрады, и молодые исполнители. Уникальный формат концерта объединяет жанры и пронизывает струны души восхищением белорусскими артистами. Мы расширяемся, стараемся сделать нашу программу все более и более разнообразной. И, собственно, от города к городу мы не просто, как вы видите, не просто меняем мероприятия, меняем выставки, меняем какие-то форматы, но и добавляем новые. В Бобруйске, конечно, у нас было мероприятие, как нигде, вы все это ощутили на себе. Это музыкальный праздник, который объединяет всех белорусов. Могилевская земля для меня – это, конечно же, источник вдохновения. Я здесь родилась, проходила свое становление, я получила путевку в жизнь. И в своих песнях как раз-таки я воспеваю красоту белорусской, красивой, уникальной нашей земли. Честь разделить звездный час фееричного концерта выпадает и Бобруйским коллективом. Своим творчеством с земляками делятся Руслана Лихной и Виталий Гордей. Уроженцы Бобруйска срывают в куш громких оваций. Именитые артисты знают, здесь их любят и всегда ждут. Честно скажу, сколько было здесь концертов. На мой взгляд, это самый масштабный, самый какой-то волнительный лично для меня. Но я вижу и знаю, что не только для меня, столько людей, столько артистов, замечательный звук, прекрасный свет. Ну, масштаб, конечно, впечатляющий. Но он этого стоит, потому что марафон «Единство» – это наш большой праздник. Я рад, что Бобруйск стал одним из тех городов, которому выпала честь принимать у себя это большое масштабное республиканского значения события. Скрашивает гала-концерт и трепетное обращение почетных гостей. Немало приятных и важных слов в сочетании с мелодичными композициями напоминают наш народ сильный, единый, талантливый. Гордость за Беларусь – чувство, объединяющее поколение. Многие идеи предлагаем мы сами, жители города, страны. И наши идеи воплощаются в жизнь. В этом и есть сила единства беларуского народа. В умении идти вперед своими мыслями и делами, созидая завтрашний день. А это значит, реализован главный принцип беларуской конституции. Единственным источником власти в республике Беларусь является народ. И власть наша народная, и президентная народная в наших президентах. Несомненно, я присутствовала в городе Минске при открытии, при начале этой акции. Она, конечно, замечательная. Идея прекрасная. Но это не значит, что мы должны зацикливаться и каждый год проводить нечто такое же. Я думаю, нужно проводить новое. Самое главное, чтобы оно было. Чтобы власть, люди, средства массовой информации, чтобы мы общались. Группа «Аура-арт», группа «Беларусы» Алена Ланская, Руслан Алихно, Виталик Гордей, самобытные творческие коллективы Могилевской, Гродненской и Минской областей и многие-многие другие, плюс огромная команда организаторов. Каждый приложил максимум усилий, чтобы музыкальный праздник точно запомнился надолго. Концерт очень понравился, достойно. Хорошая музыка, хорошие артисты. Такие мероприятия нужно проводить почаще, конечно. Это очень сближает народ и вообще в целом очень хорошо влияет на людей. Идея, которая сплотила не только горожан, но и весь народ республики. Очень приятно было побывать на таком значимом мероприятии. Получили колоссальное удовольствие, море положительных эмоций. И, ну, одним словом, остались под большим впечатлением от того, что увидели, услышали, зарядились атмосферой. Ощущения просто, впечатления превосходные. Мне очень понравилось. Это было ярко, красиво. Это такое зрелище. На таких масштабных концертах я еще не бывала. Это самый замечательный концерт, на котором я была. Море эмоций, впечатлений, незабываемый концерт. Замечательные выступления артистов. Настолько все аплодировали, хлопали. Все под таким восторгом. Громкий и потрясающий марафон «Единство в Бобруйске» завершается дискотекой под открытым небом. В колонках знаменитые отечественные хиты и любимые песни. А пока веселье продолжается, белорусский народный проект отправляется в Могилев. После эстафету примут Витебск и Орша. От города к городу новая увлекательная программа, которая точно оставит след в сердцах зрителей и гостей. Главный посыл, которым пропитана каждая минута – пока мы едины, мы непобедимы. Елизавета Липиева, Юлия Вернер, Станислав Чичерин, Максим Калинин, Дмитрий Шевцов, Павел Зуев. Итоги недели. Рост состояния белорусов, рекорды реализации и справочник обо всем. В Синеокой появилась своя энциклопедия. В каком формате? Громкие итоги недели. Далее в специальном обзоре. По итогам рабочего визита правительственной делегации Казахстана в Беларусь, контрактов подписано более чем на 90 миллионов долларов. Также в ходе встречи были определены ряд документов о сотрудничестве, в том числе дорожная карта между странами по развитию торгово-экономического сотрудничества на ближайшие пять лет. Кроме того, гости ознакомились с айтипотенциалом Синеокой в парке высоких технологий. В Беларуси завершилась республиканская акция «Далесу новое житё». В ней приняли участие более 76 тысяч неравнодушных белорусов. Инициатива проходила с 12 октября по 12 ноября. Участники помогали в восстановлении эко-массивов, наиболее пострадавших от летних буреломных ветров. Старт мероприятию дал лично президент во время рабочей поездки в Шкловский район. Его примеру последовали трудовые коллективы организаций, предприятий и просто неравнодушные граждане. Белорусы в этом году всё чаще стали строить жильё. Специалисты отмечают, повышение спроса говорит о росте доходов. Это подтверждает и статистика. За 30 лет зарплата в стране выросла в 30 раз в долларовом эквиваленте. Что касается последних пяти лет, реальные доходы увеличились более чем на 16%. Соотношение среди месячного заработка и бюджета прожиточного минимума также растёт. А вот уровень фактической безработицы за пятилетие снизился до 3,5%. Продажа легковых авто в Беларуси установили новый рекорд этого года. Количество реализованных легковушек в октябре приблизилось к 5 тысячам. Лидеры роста продаж – традиционно марки Белджи и Джили, на долю которых по итогам 2024-го приходится 51% реализованных авто. Среди новых моделей, демонстрирующих хороший старт продаж в октябре, эксперты отмечают и электрокары. В Синеокой разработан и открыт пользовательский сайт «Белорусская энциклопедия». Это многотомный региональный справочник международного уровня. Уникальный проект по объёму информации, количеству привлечённых специалистов, возможностям для их взаимодействия. Онлайн-платформа постоянно совершенствуется. Задача авторов проекта – расширять круг пользователей. По мнению разработчиков, ресурс будет особенно полезен школьникам-студентам. К слову, ранее такие издания в стране выходили только на бумажных носителях. Без убытков. Итоги работы организации торговли за 9 месяцев рассмотрели на заседании Бобруйского горисполкома. Не осталось без внимания медицина и образования. В городе сформирована достаточно развитая торговая инфраструктура, которая позволяет комплексно удовлетворять потребности населения в товарах и услугах. В Бобруйске насчитывается без малого 3000 торговых объектов и 297 общепитов. Организациями торговли города за январь-август получена выручка от реализации продукции в размере 266,517 млн. в соответствующем периоду 2023 года. Мы получили прибыль от реализации продукции в сфере торговли составила 6,2 млн. или 187% к соответствующему периоду. Чистая прибыль от реализации торговли за 8 месяцев текущего года возросла в полтора раза. На 1 сентября в городе нет убыточных предприятий. При этом любые точечные недочеты тут же исправляются. Исполнение задач на контроле председателя. Действительно прекрасные магазины, но они еще не те прекрасные магазины, которые есть в Минске. А города 80+, в том числе город Бобруйск, должен стать лучшим городом и страной. Второй вопрос повестки дня – выполнение мероприятий госпрограммы «Здоровье народа» и «Демографическая безопасность». В городе на Березине созданы условия для планирования семьи, охраны материнства и детства. Активно проводится работа по профилактике заболеваний. Внедряются современные методы диагностики и лечения, высокотехнологичные виды медицинской помощи. Усилены меры профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований. Разработаны новые подходы к проведению диспансеризации взрослых. В этом году ей подлежат более 136 тысяч человек. На популяризацию ЗОЖ направлены профилактические проекты. Образование также стоит на страже здоровья. На постоянном контроле вопрос обеспечения качества, безопасности и сбалансированности питания детей. Ежегодно со стороны органов управления образованием принимаются меры по укреплению материнской базы пищеблоков. По состоянию на 28 октября приобретено 136 единиц технологического, холодильного и прочего оборудования, что в 4 раза больше, чем предусмотрено планы мероприятий по обновлению и переоснащению пищеблоков на 2024 год. На заседании горисполкома были рассмотрены и другие сопутствующие вопросы, по которым приняты конкретные решения. По-настоящему звездный визит. В Бобруйске прошла встреча космонавтов Олега Новицкого и Марины Василевской. Гости скрасили диалог удивительными фактами биографии и привезли в город на Березине космический сюрприз. Об интригующем презенте Виталий Гаврусев. Они знают, как выглядит Беларусь из космоса, поэтому ценят каждый квадратный сантиметр родной земли. Топовые гости Бобруйского района, герои Беларуси и России. Первая женщина-космонавт нашей страны Марина Василевская и уроженец Минской области Олег Новицкий. В районном ДК гостей приветствовал председатель райисполком Александр Суходольский и труженики села. Встреча-диалог прошла в неформальной обстановке откровенно и обо всем. Аграриев интересовала, что чувствуют люди перед выходом в открытый космос и после приземления, как готовятся к полетам и восстанавливаются после, чем питаются и как отдыхают на МКС, а также дальнейшие перспективы покорения пространства. Это, конечно, очень ответственная миссия была передо мной поставлена. Не просто следать в космос и посмотреть, какая красивая и прекрасная наша Земля, а еще выполнить целую научную программу. Это наш общий труд, наша общая заслуга всего нашего государства. И, конечно, благодаря нашему президенту Александру Григорьевичу Лукашенко была реализация данного проекта, за что ему очень благодарна. Я считаю, что наше союзное государство, Беларусь и Россия, то, что мы дружим, мы общаемся, мы сотрудничаем, это, конечно, большого стоит, потому что вместе мы сила и можем покорять даже самые большие высоты. Я благодарен своей беларуской земле, своим беларуским корнем, которые действительно дали мне хорошее здоровье, дали возможность хорошо отучиться в школе. Молодой человек, который хочет его достичь, он должен уметь мечтать и должен нести эту мечту, скучную свою жизнь. Ничего не бояться, быть телеустремленным. Естественно, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, уважать старших, мне кажется, такие простые аксиомы жизненные, которые должен следовать каждый молодой человек. И тогда у него все получится. Поехали! Такой символ первого полета в космос создал Юрий Гагарин. Это были его слова в момент запуска пилотируемого корабля «Восток» 12 апреля 1961-го. «К звездам Беларусь!» Крылатая фраза первой женщины-космонавта нашей страны, Марины Василевской, через 63 года. За 14 дней полета было совершено 224 оборота вокруг Земли. И каждый раз, пролетая над страной, любовалась ею и гордилась. Я с гордостью раскрыла наш белорусский флаг, когда мы пролетали над нашей территорией, республикой Беларусь. Прежде всего, люби свою родину, люби свою землю, гордиться этим. Не важно, с какого ты по масштабности населенного пункта, деревня, село, город или столица, но ты белорус. Надо этим гордиться, любить всю страну. Участник четырех космических полетов продолжительностью 545 суток Олег Новицкий совершил три выхода в открытый космос и всегда с ним был символ его малой родины. Во все свои четыре полета всегда брал с собой белорусский флаг. Мы подарим от нашего экипажа государственный флаг небольшого размера, который был на станции. И этот момент отмечен тем, что там стоит печать российского сегмента с датой нашего полета. И восьмиугольный печать МКС. В конце встречи участники и гости хором исполнили песню «Надежда». Тронутые вниманием героя космоса поблагодарили гостеприимных хозяев за подарки и оставили пожелания в книге почетных гостей. В ходе встречи состоялись автограф сессия и фото на память. Побывавшие на встрече от мала до велика не скрывали своих эмоций. Я рад за них, за то, что они смогли прославить нашу республику, чтобы нам было очень приятно, душевно. Они по-настоящему герои. Не просто так вот эта звезда, герой Белоруссии, герой Российской Федерации вручается. Это на самом деле самоотверженный труд, профессионализм, крепкое здоровье, их упорство. Я узнал, что дядя-космонавт, герой России, был в открытом космосе 22 часа. Невесомость – ее стихия. Если у Марины Василевской появится еще один шанс полететь в космос, на место в корабле она точно будет претендовать. Но с двумя условиями. Командиром должен быть Олег Новицкий и выход в открытый космос. Виталий Гаврусев, Станислав Чичерин. Итоги недели. Виват Творчество. В Бобруйске с 28 ноября по 3 декабря пройдет 9-й республиканский фестиваль национальной драматургии имени Дунина Марцинкевича. Театр драмы и комедии на неделю станет меккой творчества для артистов из разных городов Беларуси. Всего представлены будут 5 областей. Конкурсная программа порадует произведениями только белорусских драматургов. Конкуренция в отборочном этапе была серьезной. На участие в фестивале республиканского масштаба претендовали 24 спектакля. В итоге на суд зрителя и жюри предстанет 11 постановок. Мы постарались с экспертами собрать лучшие из лучших произведений, лучшие спектакли, которые идут на сценах разных театров нашей республики. Хочу пригласить от имени дирекции фестиваля, от имени организаторов фестиваля, жителей нашего города, гостей нашего города на настоящий театральный праздник республиканский фестиваль национальной драматургии, который пройдет с 28 ноября по 3 декабря включительно. Мы вас любим и ждем. Республиканский фестиваль национальной драматургии имени Дунина Марцинкевича – уникальная возможность познакомиться с лучшими спектаклями Беларуси, не выезжая из Бобруйска. Театральные коллективы во всей красе представят разнообразие тем и образом национальной классической и современной драматургии. Фармацетический кризис, голландская борьба с эмигрантами и еще больше вакансий. В Великобритании продолжает расти безработица, для чего проводят сокращения. Далее громкие заголовки мировых новостей. За последние 10 лет стихийные бедствия нанесли мировой экономике ущерб в 2 триллиона долларов. В исследовании изучили 4000 экстремальных погодных явлений, которые затронули более полутора миллиарда человек. Почти половина всего экономического урона пришлось на США. Второе место по размеру потерь занимает Китай, третье – Индия. С годами размер ущерба растет. Так, в 23-м и в 22-м показательно 19% выше среднегодового за предыдущие 8 лет. В Латвии зарегистрировано рекордно низкое число новорожденных. В 23-м показательно 15% выше. За 5 лет рождаемость в стране уменьшилась почти на четверть. Количество бракосочетаний также падает. По сравнению с прошлым годом – на 6%. В Германии массово закрываются аптеки. Только с начала этого года их стало меньше почти на 400. Учитывая, что каждая обслуживает около 5000 человек, проблема касается минимум 2 миллионов немцев. Как заявили в отраслевой ассоциации, причиной прекращения работы стали растущие расходы, в частности, на аренду помещений, дефицит квалифицированных кадров и проблемы с доставкой препаратов. Нидерланды вслед введут дополнительные проверки на границах для борьбы с нелегальной миграцией. Эта мера вступит в силу 9 декабря. Согласно законодательству Евросоюза, страны должны уведомить Брюссель за 4 недели до ограничения свободы передвижения. Ранее стало известно, Нидерланды также хотели бы отказаться от обязательств по приему беженцев. В Великобритании вырос уровень безработицы. Сейчас в стране доступны 830 тысяч вакансий. Самый низкий показатель за последние три года. Отчет специалистов опубликован на фоне объявления о повышении налогов. По словам министра финансов, только так можно закрыть черную дуру в бюджете. Власти увеличат для работодателей размер взносов в систему национального страхования и поднимут налог на прирост капитала. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Юлия Евтушенко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова